Маленький приморский наш поселок, он наоборот привлек нас своей тишиной вот этой. Мы уже ехали сюда без розовых очков, мы знали, что это такое, мы знали, с чем мы можем столкнуться. Проблема. Мы много очень смотрели домов, дома были, как можно сказать, сырые. Вот смотришь, иногда даже влажностью пахнет. Мы были в Новороссийске, мы были в Анапе, мы были в Геленджике, мы по побережью по всему проехали. По Черноморскому побережью, по Азовскому побережью. Лучше хай сгорит, лучше хай земля будет, как асфальт, но никто не мультирует. До моря минут пять. Ой, как он прыгает, а! Друзья, всем привет! Сегодня мы оказались на берегу Азовского моря в поселке Ильич. Нас позвали сюда в гости, чтобы рассказать свою историю переезда на ПМЖ в Краснодарский край. Я поняла, что вам понравилась такая тематика видео, я думаю, что мы будем продолжать. Оставайтесь такими же активными, за что вам большое спасибо. Давайте наберем на этом видео 700 лайков, и тогда выйдет следующее видео, интервью про переехавших на ПМЖ в Краснодарский край. А вам приятного просмотра, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если этого еще не сделали. Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада познакомиться сегодня с Ксюшей, познакомиться с Ириной. Они приехали всем семейством к нам в гости. Поселок Ильич, Краснодарский край, Тебрюкский район. Мне так нравится наш Аманский полуостров, которым мы выбрали место жительства. Мы переехали из Казани. Пять лет назад первый раз у нас получилось, что мы поехали в Адлер, на следующий год еще раз к подружке в Адлер приехали. И вот тогда, уже во второй приезд, мы как-то загорелись вот этой идеей продавать дома, покупать здесь на юге. И обратно мы уже были с сыном, с мужем, и вот мы обратно проехали, начиная с Адлера, и поехали мы через всю Тамань в Ейск. И все это мы просмотрели, все это мы увидели. Мы смотрели по всей Кубани, обратно ехали, мы смотрели домики на продажу, мы смотрели, какие продаются дома, что это реально купить, что это можно купить, за какие деньги. И вроде бы уже приценивались. Да, мы приехали, начали продавать, но этот кризис нас всех подкосил. Может быть, даже было все к лучшему. Пять лет мы выждали, мы пять лет продавали дом, и пять лет мы выждали. Все-таки это как-то все устоялось, мы поняли, что нам надо, мы съездили, потом еще раз, пару раз мы ездили и на разведку, и опять к подруге в Адлер мы ездили. Потом поняли, что Адлер это не для нас. Почему? Тоже суета, курортная суета, горы, которые, серпантин уже возраст не тот, мне по серпантинам гонять на машине уже не то. И когда в степи мы бы сюда приехали, на Таманский полуостров, вот тут был простор. Это прямо вот тут сердце разрывалось, захотелось петь. И начали смотреть домики, которые на продажу здесь уже в Таманском. Мы начали с Голубицкой. У нас было, ну, такой вот критерий, чтобы море было прямо вот в шаговой доступности. Какие у нас поселки? Это Голубицкая, это Пересыпь за родину, Кучугоры и последний вот поселок Ильич. Дальше мы там, Ань, Веселовку и уже вот эти вот Анапу мы уже как-то не рассматривали, потому что в Анапе уже нет шаговой доступности. И дальше по Черноморскому побережью там уже не получится. Поэтому Азовское море было гораздо приемлемо и по деньгам, и по всем причинам. Начали искать в Голубицкой. В Голубицкой не то улицы какие-то, узенькие дома, тоже придомовые, вообще нет придомовых. И тоже как-то вот, ну, не глянулась. Пересыпь за родину, ну, не впечатлили нас эти поселки, тоже как-то такие. В Кучугоры приехали, быстренько проехали почему-то по поселку, по селу и обратно. Мы даже не поняли, почему мы обратно сорвались. Остановились на выезде в поселок и стали думать, что-то не так-то. Ну, вроде бы и поселок хороший, и что-то, ну, я говорю, ну, давай вернемся. Почему мы вот прямо вот даже не смотрели ни дома, ничего, просто покружили по улице и обратно домой. Что-то нам как-то вот еще раз проехали, вернулись, еще раз проехали, посмотрели домики на продажу, позвонили людям, смотрели участки, ну, нет, ну, нет, не зацепило почему-то. Не зацепило, да, вот сразу какое-то вот, даже первое впечатление было, мы сразу уехали. Какое-то даже вот сюда при... И вот последний поселок у нас остался, последний поселок на Таманском полуострове здесь, вот, Ильич. Уже едем, и уже вот на въезде в поселок я поняла, что я вот начала улыбаться. И в первую очередь мы на набережную, конечно, приехали. Посмотрели набережную, нам понравилось все. Смотрели домики на продажу уже, мы заранее, вы, Ильич, сюда позвонили, вот, хозяевам, договорились о встрече. Посмотрели здесь еще несколько домов, тоже не то. Сюда приехали, все вот как будто бы вот, ну, вот... Своем понравилось. Как будто понравилось, да. Разбое. Да, и вот тут как бы это уже обратно с Сашей поехали, все, мы посмотрели, ладно, мы вам позвоним, позвоним. Обратно, значит, мы поехали, звоним этим хозяевам. Я говорю, все, мы больше ничего не будем смотреть, мы решили брать ваш домик. Я говорю, нам все понятно, я говорю, мы поехали продавать дом. После этого момента прошло два года. Два года мы переписывались с этой хозяйкой, мы перезванивались. Два года у нее тоже приходили покупатели, это объявление висело. И так получилось, что, ну, нас дождалось, этот дом нас дождался. Ну, вот, приехали, все вот, раз, и все, и продажа была, и тут же вот машина подвернулась, которая вещи перевезла, и мы сюда приехали, вступили, значит, через порог, звонят машины, фура через час приедет, мы уже вещи разгрузили. Ну, вот так вот мы здесь оказались. Все, оформили дом, переехали, живем уже. Мы живем с августом здесь. Так, ну, начинаем обзор нашего садика. Сад у нас 17 соток, поэтому обзор будет такой. Досталось нам хорошее хозяйство, прямо замечательное хозяйство нам досталось. Мы купили вот уже с готовыми розами, с палисадником, с красивыми. Посмотрите, розы какие. Ну, тюльпаны уже отцвели, буйство тюльпанов здесь было. Тюльпаны прямо безумно цвели. Сейчас начинают розы уже бутоны набирать. Сегодня погода хорошая, гибискус. Цвет набирать мы его остригли, и хотим такой шариком его сделать. Может быть, осенью муж пересадит его за забор. Сосна растет. Уж прежние хозяева очень просили сосну не вырубать. Так, пускай растет. Очень нравится можжевельник этот. Красиво он сюда вписался, в эту клумбу. Так вот у нас вот такие вот начинают пиончики. Распускаются пионы. Смотри, вот первые пионы распускаются. Такая красота. Начало апреля. Все буйствует, все цветет. Ну, пойдемте. Это гостевой домик. Это на лето для наших детей. Приедут дети, внуки. Будут жить в доме в этом. Здесь две комнаты. Так что здесь хорошо. Кондиционеры. Здесь очень комфортно. Там, получается, есть также и отопление. Все отопление, да. Все отопление здесь. Там все удобства. Там пока сейчас собака закрыта. Так, вот это ваш домик. Да, это основной домик. Мы здесь живем. Домик очень хороший, теплый. Вот мы зиму здесь пережили. Дом хороший, теплый. Мы даже отопление на полную не включали. Чуть-чуть. Вот подтапливает, и все. И нам хватало. Окна проветривали постоянно. То, что это проблема. Мы много очень смотрели домов. Дома были, как можно сказать, сырые. Вот смотришь, иногда даже... Влажностью пахнет. Влажностью пахнет, да. Влажностью пахнет. Мы даже приезжали смотреть. Мы Раевскую еще смотрели. Нам понравилось место в Раевской. Но в Раевской там проблемы с водой. Перебои с водой. Вода по часам. И посмотрели там дом. Нам вроде бы как и все. И участок понравился. И дом, но посмотрели, дом с плесенью. Прямо вот в углу плесень. Это все не видишь. Это все не видишь. Это все. Это дом, да. Вот как говорят, дом сжигай и убегай. Она уже как все это, как грибок называется. Это все. Да. Поэтому первым делом мы смотрели, значит, чтобы дом был сухой. Чтобы дом... И вот гостевой домик. Зима простоял. Мы его вот отапливали только вот на новогодник. В праздники приезжал сын. Он здесь жил. А я с женой приезжал. И вот это хороший дом, теплый. Им комфортно очень было в этом доме. А мы здесь. Мы тоже даже отопление не включаем на полную. Окна на проветривание. Дом прекрасно пережил зиму. Здесь как будто бы однокомнатная квартира. Все удобства. Туа прихожая, туалет, ванна, кухня и спальная. Все. Нам больше вдвоем. Конечно. Маленький дом, 56 метров. Какие-таки. За коммунальные услуги платить много не надо. Я считаю, что хороший вариант. Хотя все говорят, ой, там на юге зачем, как бы, да, это много, ну, как бы не так часто мы пользуемся отоплением. Нет. Всякие бывают. Всякие бывают. И все, стул выставили, большой поставили. Нормальный дом хорошо проветривается. Сколько вот вы зимой стали платить за коммунальные услуги? Не помните так тоже? Мы платим за коммунальные услуги около двух. Зимой было две с половиной тысячи, Саша, выходило, да, общее? Три с половиной. Три с половиной. Три с половиной, да. Зимой, когда можно было отапливать. Зимой нужно отапливать. Да еще и сын приезжал зимой. Это у нас, значит, тоже расходы возросли на отопление гостевого домика. Потому что... А, вы там еще, получается, отопили, да? Да. А, ну, тогда, конечно, другие уже цены, конечно. Да же. А так вот, а когда вдвоем, у нас гораздо, мы под порядок... В районе двух. В районе двух тысяч. Ну, это нормально, это вообще ведь хорошо. Во всем это, да, две тысячи – это свет, газ, вода. Нам нравится. Мы пережили зиму. Что можно сказать про зиму, про нашу? Был снег. Это, да, был ветер, был снег. Но снег три дня лежал, это не критично. Не то, что в Казани это лежит там по полгода. Начиная с октября вместе, заканчивая в мае, да еще и июнь. Прихватывает то, что куртки теплые не снимаем. Были ветра, тоже пережили. Тоже как-то не критично. Ну, и с собакой гуляли, ходили, и на море, и все. И каждый день прогулки. Пес требует то, чтобы его выгуливали каждый день по часу. Ну, это у него добрый. Вот так. Да, он, даже ему не надо говорить. Он без разговора. Все, мам, не позорь семью. Ну? Тебе на море надо, я понимаю. Быстрее надо на море. Быстрее. Он такой классный. Нет, хороший, на самом деле, такой добрый. Он добрый, да? Ну, пока что-то нет. Близco. Близко. Близко. Дипко. Близко. Спасибо. И все. Близко. Для теста. Ну что, так и будешь у меня скатать? Все, мать, иди гуляй, гуляй. Сэм, Сэм, Сэм. Увега компрегита. В межсезонье здесь очень, ну так, тоскливо. Как вот вы переносили это время года? Мы не почувствовали такой тоски. Во-первых, тут можно, как вам сказать, ну вот огородничать круглый год. Только вот с небольшими перерывами, пока вот этот снег чуть-чуть выпал, и то какой-то шальной снег был, непонятный. Ну, день распланирован как-то, он раз и прошел день. И не скучно, и не грустно мы вдвоем с мужем живем. Это не скучно, и совсем не было, не тянет на эту тусовку какую-то городскую. Может быть, мы от городской отказания вот этой вот шебутной устали. Может быть, нам наоборот вот этой вот тишины захотелось. И такой вот маленький приморский наш поселок, он наоборот вот привлек нас своей тишиной вот этой. Может быть, поэтому здесь вот вам не понравилось. Вы были, считайте, на всем Черноморском побережье. А здесь тишина, спокойствие. Да, здесь вот тишина, спокойствие. В августе мы приехали, здесь были отдыхающие, да. Наплыв у отдыхающих был. Но тут интересно то, что у поселка нет статуса курортного. Да. И поэтому таких вот новомодных заведений здесь нет. Кафе, тусовок, каких-то дискотек ночных. Здесь этого нет. И отдыхающие с детьми, те, кто предпочитает тихий отдых. Или пенсионеры. Вот тут вот поэтому очень все так вот тихо. Редкая машина ночью проедет вот бум-бум-бум. И все на этом. Но мне очень нравится гулять в степи. Выходишь осенью, она другая. Зимой она совершенно другая. Даже весной вот сейчас вот в степи, там красота. Там цветут маки, там цветут ромашки, там невозможно оторваться. Там до такой степени все красиво. Конечно, дай Бог, чтобы все это было, продолжалось. И долгих лет жизни всем нам. И вам тоже. Вам, Крюша, тем более спасибо за такие хорошие ролики, которые вы снимаете. Которые вот нас поддерживали в момент наших ожиданий переезда. Паспорта, вас заколдовала Тамань. Таманский полуостров. Заколдовали, да. Нас заколдовали. Так что мы очарованы. Мы очарованы Таманье. Мы уже ехали сюда без розовых очков. Мы знали, что это такое. Мы знали, с чем мы можем столкнуться. Пока я... С водой у вас какие-то есть проблемы? Проблем нет. В нашем поселке с водой проблем нет. Вода у нас круглосуточная. Вода очень хорошего качества. Пьете прям без всяких там фильтров? Нет, фильтр, конечно... Есть фильтр. Есть фильтр. Ну, по крайней мере, можно пользоваться этой водой. Потому что в ванну вот наливаешь воду, да, видно, что вода прям даже голубенькая, вот такая вот чистенькая вода, хорошая. А так фильтр все равно, ну, чтобы уж. Хорошо. Вода нормально вас устраивает. Потому что это очень важно. Да, первая вода. Почему вода? Без воды здесь делать нечего. Сразу в первые же дни, это буквально в первые пять дней, как мы переехали, мы сразу позвонили и пригласили, чтобы нам сделали скважину. Скважину? Скважину, да. Мы пользуемся скважиной. Скважину, 22 метра. Сейчас, я смотрю, вы навес делаете. Мы навес делаем, да. Но это нужно. Это нужно, да. Мы навес делаем. Навес будет из этой стороны и навес будет над машиной. Это удобно. И навес будет продолжение туда. У вас на территории, получается, вот гостевой домик будет. Это что у вас рядышком? Это сарай. Это сарайчик. Да, это вот, когда этого дома не было, это вроде как был основной дом. Это вот была летняя кухня. Наверное, да. Теперь это сарай. Ну, тоже это нужно, все сарайчик, чтобы все хранить, где-то инструменты. Обязательно, обязательно надо, да, инструменты, моя посуда. В сарай еще, конечно, есть подвал. Но мы даже туда еще не дошли до этого подвала, потому что 8 месяцев мы здесь живем. И даже иногда вещи свои не можем найти, где чего лежит. Мы еще пока ищем. Лапти у вас виситят? Это ваши лапти или это... Наши, наши, например. У нас уже знакомые друзья уже звонят. Так у вас, значит, когда гостевой домик-то будет свободный. Значит, на какое число у вас, значит, нам-то отпуск, к какому числу про ней планировать. Там у нас неделя будет свободная, когда приезжать уже. Я говорю, так, дети уезжают такого-то, наши друзья там уезжают такого-то. Вот у нас будет полторы недели. Уже готовьтесь. Готовьтесь, да, говорю. Милости просим, говорю, приезжайте. Ну да, даже помню, когда мы дом купили, нам сразу сказали, Ну, все, готовьтесь, сейчас всех родственников найдете, которых не знали, друзей. Нет, нет, нет. Это просто вот так нам женщина сказала. А так, нет, только вот, действительно, только те, кто был близок там, в Казани, и они так вот и остались. И они, мы не хотим с ними никаких, а новых, ну, никого это вроде как. А вот смотрите, вы приехали в августе, было жарко. Было жарко, считай, да, ведь жарко же было. Так, во-первых, давайте понятие жарко будем считать от того, что вот для меня плюс 25 уже тепло, а жарко для меня понятия нет. Нет, да? Нет. Как вы вообще такой климат приняли? Нормально вам было? Комфортно жить? Нормально, да. Потому что все равно, ну, у нас здесь все-таки климат, он в степях, в степях, он у нас такой, как бы, его легко переносит. Потому что, если вот, например, ты будешь жить в Краснодаре, там, там, извини, там бескондиционерно... Вот Ксюша живет в Краснодаре, там тяжело? Мне тяжело очень там. Сюда приезжаешь, тебе легче? Да, здесь ветер, и когда жара, я это спокойно перешла. Там невозможно. Там дома, асфальт все это плавится, ветра нету. Еще там гораздо влажнее, чем здесь, влажность больше. Вот. Поэтому, ну, для меня Краснодар, вот, мне тяжело, вот, а здесь мне подходит по климату. Поэтому, очень важно, чтобы то место, куда ты приезжал, тебе подходил климат. Опять-таки, Сочи тоже влажность, там у многих и ноги распухают, и астматики там не могут. А здесь, например, вот, комфортно. Поэтому, всегда задаем такой вопрос, как вы переносите жиру, как переносите ветра, потому что, да, решающий такой момент. Меня бы, если вот с огорода вы не угоняли бы в 12 часов, в 11, да, я бы так и там. Ну, на самом деле, солнце начинает уже быть агрессивным. В 11 часов приходится уходить, ну, как бы тебе там не хотелось еще покопаться. Как бы ты себе... Нужно домашними делами заниматься в этом деле. Занимаемся домашними делами в этот момент. Потому что нужно просто приучить себя, что лучше пораньше выйти, поработать, а потом дома заниматься делами. У меня сны же не занимаются в санцепек, только утром. Нет, только рано утром. А потом, ну, летом, еще говорят, летом вообще ничего не делают, да, ведь? Стараются. Да, как бы стараются уже вот... Отдыхать. Июль-август уже в жиру, в огороде-то это не заниматься. А потому что уже почти все убрали. Ну, да, уже все сгорает. Нет, картошку уже выкопали, лук убрали, чеснок убрали, фрукты там уже почти все. Мы, да, мы смотрели, вот ходили по поселку, гуляли в августе. По второму уже нужно урожай садить заново, бабочка заново посадить. Вот я смотрела, да, у некоторых огороды такие уже пустые, уже сухостой стоит. Там уже и кукуруза высохшая, значит, палками торчит из огорода. Вроде бы такое удручающее впечатление производит. И вдруг мы видим оазис. Ну, через забор смотрим, сетка рабица, и там внутри, значит, оазис. Это, знаете, как вот сказка «Снежная королева», там Герда попала в райский сад такой, как это посреди осени, и бабушка там какая-то колдунь ее завела. И это вот такой же сад был, там, значит, розы, помидоры, розы, огурцы, там все пышет, все зеленое, все на фоне вот этих вот всех серых. Многие просто лениться. Да, а тут прямо вот такой вот пышущий огород. Значит, можно, значит, люди делают, значит, кто-то второй урожай посадил и поливает, и добивается у второго урожая. Вы даже, наверное, обратили внимание, что у многих в огородах, например, зимой, ну, не хотят там, а зимой тоже можно все выращивать зимой, зеленушку. У меня редиска росла. В декабре месяце я посылала фотографии, ребятам я собирала клубнику. Клубнику в декабре месяце. Да, местные жители, кто не ленится, они садят все, у них все растет. Вы же видите, виноград, киви растет, персики растут. Ну, несмотря на всякие овощи садят. Ну, кто не ленится? Если не ленится, то можно все садить. Надо ухаживать. Ухаживать надо, но еще есть тут, тут есть, мы к этому тоже были, знаем, плавали. Значит, медведка и улитки. С чем, да, вот с чем вы столкнулись при, вот именно в огороде? Вот вы начали заниматься огородом с какого месяца? Когда вот вы? В августе так уже началось. Сразу начали. Вот что вы посадили в августе, с чем столкнулись? Мы не сажали ничего в августе, потому что я начала только пересаживать клубнику. Клубника росла там сплошным полем, я пока начала ее чистить, пока чистила, пока что, вот я занималась этой клубникой. И чистили сад. Сад был в траве вот такой. Понятно, потому что люди уже не жили, они как бы продавали. Продавали, не жили, и мне это вроде бы неинтересно было уже. Сад, конечно, хороший, красивый, молодые персики, молодые груши, молодые яблони, черешни, вишни, в общем, все очень хорошо, но за этим надо всем ухаживать. Какие у вас вообще деревья есть здесь? Деревья, слива, вот много сливы, сливы много. Вот то, что колоновидное, вот это вот, вот яблонька стоит колоновидное. Вы видите, сад молодой, сад молодой, сад вроде бы должен плодоносить, потому что вот персик он отцвел, уже вроде бы и плоды завязались. Вот уже плодики будут, уже видно, что на персике. Конечно, нужно ухаживать, вот не досмотришь, вот уже курчавость пошла, надо убирать листья обязательно. Погода хорошая будет, надо опрыснуть, вот она курчавость пошла. Каждый день надо осмотреть клубнику, рассадила клубнику, обязательно надо замульчировать ее, потому что день все сохнет, и земля впалится, уже это, трещины в земле. Вот я сегодня утром поливала, а смысл вечером опять поливать, все равно нужно полить. Поэтому без кважины здесь делать ничего. Высадили перчики, баклажанчики, все вот так вот под сетку пока, чтобы хотя бы чуть-чуть под дуги под сетку. Тут не сколько нужно от морозов спасаться, сколько от солнца, потому что все горит. Конечно, некоторые помидорки будут погибать, будут, буду подсаживать, еще есть. Мульча наше все, будем. Видите, это тоже сливка, ну вот, ну не знаю, будет, нет, наверное, есть немножко, есть, 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 будет. Персики тоже завязались. Вот сад большой, деревьев много, это все, когда вырастет, конечно, огорода будет меньше. Тут засеется трава, будет газон, а пока пустые места, надо их чем-то заполнять. Пускай будет клубника, дети приедут, будут пастись. И с чем вы столкнулись, с какими вредителями вообще? Это улитки, улитки, да, улитки это самый большой бич. Они что, вообще все едят, или что? Что у этого улитки? Улитки едят, все, что... Все, да? Не приголочится. Даже хрен. Даже хрен. Даже хрен едят, да, вот. В прошлом году я из хрена прямо ведрами вытаскивала каждые. Посадила я лук-батун, посадила петрушку, укроп и кинзу. Все взошло, это было в августе, все взошло. Все взошло. Все взошло, хорошо, первый день все это колосилось, утром встаю, ничего нет, как все побрето. Потому что... Улитки. А, улитки? Улитки, да, как побрето все. Ну, да, мы с такой вот ситуацией, потом я начала уже этими ведрами собирать этих улиток. Ну, вот все говорят, ой, это что тут, на Кубани все так растет. Палку киня, да, да. Но, извини, нужно над каждой палочкой-то походить. Еще походить, понаклоняться. Понаклоняться. Она, конечно, будет свистеть, но чтобы она, как говорится, ее не съел вредитель. Ну, там, плод. Плод, вода, очень сильно рулить здесь, конечно, вода. Без воды здесь делать нечего и ничего расти не будет. Обращались ли вы в местный ФАП? У вас ФАП ведь, наверное, есть в поселке или поликлиника? Что там у вас есть? Вообще обращались к... Амбулатория у нас есть. Ну, да, ну, вообще, да. Обращались к врачу? Нет. Ну, слава богу, так, конечно, нет. Но мало ли все равно, вот я просто... Это, знаете, прежде всего всегда интересует. В доступности есть медицина, врач, терапевт. Здесь берут анализы, здесь приезжают, здесь машин много. Утром вот мы идем и гуляем, если машин много стоит, приезжают и к врачу, и врач общей практики, и всегда в направлении, видимо. Но, слава богу, мы не обращались. Ну, это не к тому, это просто для того, чтобы, когда ты ищешь свое место жительства, ты смотришь, чтобы у нас доступность, там, садик, школа, там, был педиатр, терапевт, ну, чтобы никуда тогда не ездить. Если, да, вот так вот. Хорошо. Вы домик покупали как? Через агентство? Или сами нашли? Нет, сами нашли, да. Мы сами нашли. И потом вы сами все это оформляли. Получается, не пользовались никакими услугами, никому ничего не платили. А вообще разница по ценам на продукты есть какая-то? Раньше вы жили и вот здесь? Нет. А сколько вот по времени вы до моря ходите? До моря, ну, минут пять. Ну, то есть вообще, мне вообще не сказали. Да, ни о чем, да. Вот так вот. Поэтому искали дом, чтобы вроде бы и не на набережной, не на пляже, и в то же время вот недалеко. Здесь метров 300 получается. 400. Да. Мы были в Новороссийске, мы были в Анапе, мы были в Геленджике, мы по побережью, по всему проехали. По Черноморскому побережью, по Азовскому побережью. Мы доехали до Ейска. А, даже в Ейск съездили. Вот видите, да. Нам надо тоже будет поехать. Мы еще до Ейска вот как-то будем съездить. Ну, даже в Ейск смотреть. Были даже до Должанки доехали. Ну, как вам впечатление там вообще тех районов? Должанка тоже не впечатлила. Не впечатлила. Не впечатлила. Не впечатлила Должанка. Ейск, но тоже это провинциально городишко, да, такой же, как Темрюк. Адлер, он, конечно, хорош. Это субтропики. Это естественно. Там климат другой. Да, единственное место в России субтропические, да, туда только приехать, вот отдохнуть и обратно уехать. Чем все-таки наш район не нравится, что все-таки народу поменьше все-таки здесь летом бывает. Это все-таки намного все равно тоже большой пробок. Пробок нет. У нас пробок нет. Да, когда приезжают в такие вот места, как вот крупные, большие, отдыхающие, с рук тяжело. Это считают народу много и все равно это жизнь совсем другая там. Там надо в основном в тех местах жилье сдавать. Да, да, жилье сдавать. Чтобы сдавать вот таким образом в таких местах. Ну что ж, вот на такой вот приятной ноте я заканчиваю наше интервью. Я надеюсь, что вам понравилось интервью. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал и также пишите свои добрые комментарии. А если же вы хотите поделиться своей историей переезда и жизни в Краснодарском крае, то обязательно пишите мне. Свои координаты я оставлю под этим видео. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok